Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня замечательная тема обсуждения в эфире. Назвали мы ее так. Новые формы маркетинга и прогноз развития рынка e-commerce. Прогноз развития рынка e-commerce. Ну, в будущем определим это, да, какое там далекое, недалекое будущее. Хотелось, конечно, загадать подольше, лет через 100-200, как будет выглядеть рынок e-commerce. Ну и ладно, если на год, на два загадаем, тоже неплохо. Итак, сейчас предстоит достаточно серьезная задача для меня, как для ведущего. Я буду представлять своих гостей. Их сегодня аж 4 человека в этой студии. Мне их приятно видеть. Но по порядку, тем не менее. Давайте знакомиться. Итак, в гостях Дмитрий Фирскин, ведущий аналитик фонда «Альтаир». Дмитрий, добрый день. Добрый вечер. Далее Дмитрий Шмаков, генеральный директор компании «Гудвин». Добрый день, Дмитрий. Здравствуйте. Здесь. Следующий гость Герман Ивкин, соучитель и генеральный директор компании «Чекаут». Герман. Здравствуйте. Здравствуйте. И четвертый наш гость Георгий Левин, основатель компании «Гет Интент». Добрый день, Георгий. Здравствуйте. Ну вот, всех я назвал. Если позволите, в дальнейшем я буду просто ограничиваться именем и фамилией. Хорошо, чтобы такое время у нас не тратилось на эти представления. Ну, а так, собственно, мы готовы мы с вами уже к беседе. Давайте разбираться. Ну, прямо от печки. Что такое электронная коммерция? Электронная коммерция? Себя начнем. Все, что связано со сбытом как реальных товаров, так и виртуальных товаров посредством глобальной сети интернет. То есть, ключевой именно глобальной сети интернет здесь ключевой слой? Да, на самом деле сейчас это понятие размывается, поскольку очень сложно отделить уже оффлайн от онлайна. Появляются такие срединные смежные инфраструктуры, про которые сегодня тоже будем рассказывать. Давайте с них начнем. А что за смежные инструктуры? Я, честно говоря, может быть, даже и не сталкивался с этим. Ну, в качестве примера вот попрошу Дмитрия презентовать, собственно, его проект. Он, думаю, расскажет. Да, то, что мы сейчас запускаем, это новый сервис, который позволяет покупать товары, просто фотографируя их на свой смартфон. По сути, мы выводим интернет-торговлю в оффлайн с использованием традиционных оффлайн-медиа. Например, Подожди, а фотографировать где я их буду? Где угодно? Иду по улице, захотел, вот Мерседес новый стоит, я ее фотографировал и... Например, вы листаете журнал, в журнале увидели статью, статьи обзора каких-то новинок. Например, это парфюм. Вам понравился флакон определенных духов, вы захотели их купить прямо сейчас. Фотографируете их нашим приложением и тут же покупаете импульсно за два клика. Здорово. А есть всегда гарантия, что этот товар в наличии, что называется? Да, мы работаем с партнерами, мы видим в реальном времени, в режиме онлайн, статус по наличию товара на складе. И, соответственно, либо позволяем купить этот товар в этом магазине, либо отправляем в другой магазин. Здорово, здорово. Вот это тот самый промежуточный пример. Таких проектов очень много на самом деле. То есть это с одного ракурса, это как бы новый метод сбыта товаров, скажем так, с клиентской стороны. Также можем рассказать про инновации со стороны сервера, со стороны интернет-магазина. Это Герман расскажет, да? Да, я расскажу немножко про свой сервис. Сервис называется Checkout. Соответственно, Дмитрий немножко рассказал про процесс продажи инновационной. Соответственно, после того, как товар продан, дальше идет часть по доставке. Соответственно, мы помогаем интернет-магазину максимально упростить все в области доставки. Достаточно подключить наш сервис. И при этом интернет-магазин получит доступ сразу же ко всем возможным способам доставки. Это и курьерская, и пункты выдачи, и постаматы. Все это находится в нашем сервисе, сосредоточено. При этом им не нужно искать партнеров, с кем сотрудничать. Достаточно работать только с нами, подписать один договор. И получают сразу же доступ по доставке по всей России. Здорово. То есть вы в этом случае за логистику отвечаете целиком и полностью. Да, все верно. А у вас есть партнерства и отношения? Конечно. Конечно, помогаем друг другу как можем. Нет, мне показалось, что вы впервые встретились в этой студии и заключили здесь как раз тот самый договор. Вот это был судьбоносный такой эфир. Георгий, ну и тебе слово. Ну, не знаю даже, мне так будет сложнее, наверное, чем коллегам в двух словах объяснить. Потому что у нас достаточно сложная технология. Если по-простому, то мы оптимизируем закупку баннерной рекламы в интернете. И оптимизируем ее. Есть такие ключевые три буквы, очень сейчас модные. В интернете это RTB, Real Time Bidding. То есть мы закупаем трафик в режиме реального времени и получаем от сайтов, которые продают, собственно, показы, информацию о пользователях, которые в настоящий момент находятся на сайте. То есть мы можем знать их пол, возраст, в каких магазинах они покупали, какими товарами интересовались. И исходя из этого, мы выбираем, собственно, какой баннер какого рекламодателя показать. То есть, например, мы знаем, что за последние 14 дней, например, вы искали квартиру, хотели снять. И у нас есть, например, клиент, который как раз и занимается тем, что сдает квартиры. И мы показываем вам баннер, что вы ищете квартиру, вот у нас есть хорошее предложение. То есть этот сервис делает рекламу персонифицированной. И, по сути, есть такая шутка про RTB, что большой брат следит за тобой. То есть у нас скапливается информация о миллионах пользователях, мы ее структурируем, получаем, обрабатываем. И в конце каждый получает то предложение, которое ему с большей вероятностью интересно. Ну, а я так понимаю, выбор все-таки велик в вашем случае? Выбор чего именно? Ну, вот для меня, я хочу, предположим, квартиру снять. Вы мне предложите один вариант или их будет несколько? Нет, ну, вот, например, классический, сейчас даже какой-нибудь пример приведу. Вы читаете обзор статьи, где, например, сравнивается два автомобиля. Какой лучше купить? Вот такой или такой? И мы знаем, например, что вы читали эту статью. Соответственно, у нас есть рекламодатель. Тут все-таки важно, какой рекламодатель у нас есть. Один из этих брендов автомобилей. И мы запускаем рекламу, что все-таки покупай вот этот автомобиль. Можно даже написать, а не тот, например. Но это уже не очень, наверное, будет легально и не очень правильно. Не очень корректно. Это будет по отношению ко второму. Да, но скажем так, что все определяется нашими рекламодателями. Если у нас есть там банк, то мы будем предлагать людям банковские продукты, там, ипотечные. Этого банка причем. Именно этого банка будет ввести на специальный лендинг-пейдж, специальную страницу, где будет уже подготовлено сообщение, предназначенное именно для человека, который вот сейчас готов оформить там кредит, например. То есть банк, естественно, будет знать, каким образом мы привлекли человека, каким образом он оказался на этой странице. И на странице уже будет какой-то месседж, который должен сподвигнуть человека, оформить нам карту, например. Понятно, понятно. Дим, расскажи, пожалуйста, а, собственно, уровень электронной коммерции в России сейчас, он сопоставим с мировым или мы догоняем? Как сейчас рынок выглядит у нас? На сегодняшний день рынок электронной коммерции в России – это порядка 500 миллиардов рублей в год. Плюс 25, плюс 30 процентов. Ежегодно. Разные данные ежегодные. На мировом ландшафте, ну, скажем так, одни из самых активных в Европе на сегодня. До западного рынка нам, конечно, еще далеко, но, тем не менее, движемся хорошо и движемся очень уверенно. Ну да. Запас есть все-таки, да? Да, конечно. А вот в каких конкретно сегментах, может быть, ты видишь, вы все видите, да, уважаемые гости, наиболее перспективное, что ли, да, развитие? Ну, собственно, все, что вот было отмечено, это и есть тренды. Либо мы со стороны бизнеса что-нибудь оптимизируем, как-то помогаем бизнесу срезать стоимость затрат, улучшить бизнес-процессы, чтобы было, ну, больше зарабатывать денег. Либо мы со стороны клиента просто больше продаем, заставляем клиента больше покупать, покупать новыми способами. Как раз-таки новые маркетинговые способы завлечения. Если взять три года назад, то появились купонные сервисы. Они действительно взорвали рынок и принесли очень многое в электронную коммерцию, потому что аудитория, которая до этого в интернете не покупала, боялась покупать, увидев скидку 70%, все-таки решилась на этот первый шаг. И таким образом все наши интернет-магазины, на самом деле, обязаны во многом купонным клубам. Потому что именно купонные клубы, вот эту неактивную в интернете часть аудитории, подкупили. Подкупили, ну, буквально в смысле слова, да, заинтересовали огромной скидкой. Большой скидкой. Вот такие вот штуки, они будут появляться, появляются новые модели. Ну, давайте-давайте поподробнее именно о новых моделях в том числе. Кстати, если возвращаться к купонным штукам, они, мне кажется, сейчас все-таки менее активно уже становятся. Они вышли на фазу такого, умеренного медленного роста. Бум прошел, они чуть-чуть просели и теперь зафиксировались на достаточно хорошем уровне. Ну, смотри, они выросли достаточно, закрепились, сейчас мало-мало прирастают. А кто-то их подсиживает, кто-то приходит на их место, вот сейчас, с точки зрения такого яркого роста. Сложно сказать. Опять, если говорить о новых формах каких-то. Ну, вот вас в качестве примера, да, вы приводили, собственно, да, и Дима говорил, и Герман рассказывал о том, каковы эти новые формы. Любой игрок на рынке так или иначе друг с другом конкурирует. То есть, вот буквально недавно была хорошая презентация, не помню, кто из инвесторов выступал в долине. Дима, я тебя прерву, мы сейчас послушаем новости, а потом расскажешь о презентации. Итак, друзья, продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Обсуждаем сегодня новые формы маркетинга и прогноз развития рынка «Екормис» на будущее. Представлю я сегодняшних гостей Дмитрий Фирскин, Дмитрий Шмаков, Герман Ивкин и Георгий Левин в студии «Бизнес-класса». Ну, ваши должности, да, и, собственно, компании в следующий раз, чтобы не отрываться, чтобы, так сказать, успеть обсудить все планируемые вопросы. Дим, ну и прошу тебя, продолжи, пожалуйста, да, о презентации ты рассказывал. Собственно, там рассказывалось про консюмерские сервисы, это игровые приложения для мобильных телефонов, и прозвучала шикарная фраза, то, что на самом деле любое приложение является вашим конкурентом, конкурентом за внимание пользователя. То же самое касается электронной коммерции. Любой сервис с консюмерской стороны, он прежде всего конкурирует с другим источником покупки, то есть с другим продавцом. Так или иначе, все между собой конкурируют. Классический интернет-магазин, купонный клуб и импульсные продажи от Гудвина. Все они конкурируют, потому что у пользователя... Причем они конкурируют за одного и того же, да, по сути, клиента? Да, конечно. У клиента ограниченный запас денег. Он не может купить все. Ну да, и у всех. Придется как-то перераспределять. А куда уйдут эти деньги, ну, на сегодня мы сказать это не можем. Почему? Ну, это всегда такой элемент предсказания. Серьезно? Могу вот рассказать немножко о своем опыте. Мы тоже делали инновационный проект. Заключался в том, что пользователи почему-то были обязаны покупать в социальных сетях. Наверное, все подтвердят, все пользуются социальными сетями, да? Да, но никто там ничего не покупает. А почему, кстати? Почему, Георгий? Ну, потому что, не знаю, я просто уже 8 лет работаю в e-commerce. До этого как раз работал в классическом e-commerce, в интернет-магазинах, в том числе в очень больших. И я никогда не верил в социальные сети с точки зрения продаж. Люди в социальных сетях общаются, выкладывают картинки, смотрят картинки, но ничто не заставит человека обратить внимание на рекламу. Естественно, это прозвучит абсурдно для компаний, которые специализируются на оптимизации рекламы именно в соцсетях. Да, но все-таки гораздо сложнее продавать в соцсетях, чем, скажем, просто баннерами классической контекстной рекламы. Хотя есть вот и среди наших коллег очень талантливые и крутые ребята, которые как-то ухитряются. Они здесь в студии сейчас? Нет, они не в студии, это вот компания High Conversion, которая как раз занимается оптимизацией рекламы именно в соцсетях. И у них как-то что-то получается, то есть успешный очень проект. Но вот если смотреть так философски, мне кажется, соцсети не место для продаж. И мне кажется, вот идея делать сервисы, продаж в соцсетях не очень правильно. Но я думаю, здесь Дима как раз сейчас добавит, расскажет. Я хотел бы каждого из вас как раз выслушить, эта тема замечательная, причем я еще раз хотел бы подчеркнуть, что встречаемся мы периодически в бизнес-классе с теми, кто занимается e-commerce, и у них вот всегда на одном из первых мест именно окучивание социальных сетей. Я уж не знаю, ставят ли они задачу конкретными продажами заниматься в соцсетях или формирование, я не знаю, какого-то имиджа, отношения к товару, формирование какой-то социальной группы, может быть. Дим, по этому поводу. Ну, я думаю, что в качестве рекомендательных сервисов подобные модели могут существовать, но в качестве именно торговых нет. Вряд ли. Скорее всего, нет, да. Герман, выскажись по этому поводу, пожалуйста. По поводу соцсетей? Да. Ну, смотрите, в принципе, могу рассказать именно лично свой опыт, покупаю я в соцсетях или нет, и ответ здесь будет нет. И весь опыт твой? И он немножко, наверное, подтвердит слова моих друзей и коллег, что соцсети, это, конечно, такое место очень сейчас сложное для того, чтобы через соцсети продавать товары. Ну, давай, твой личный опыт, я так понимаю, да? Вот ты зарегистрировался однажды в социальной сети. Да, все верно. И тебе тут начали что-то предлагать купить. А ты в это время занимался чем-то другим. Да, я в основном то, что делаю в соцсетях, это я общаюсь с друзьями, я смотрю новости, выискиваю какие-то интересные факты. Картинки вот рассказал Георгий. Котиков, котиков. Ну, котиков, да, я не ищу, да. Да, но при этом именно для покупки товара или для поиска каких-то необходимых мне вещей в плане именно покупки я соцсети не использую. А, кстати, если говорить о технологиях, Дим, вот я, честно говоря, одной из соцсетей, естественно, пользуюсь. Я никогда не видел там кнопку «Купить что-либо». То есть там есть действительно, да, какая-то контекстная реклама, баннеры висят, можно по ссылочке пройти, и если тебя что-то заинтересовало, ради бога. А вот именно «Купить» там нет такой... Ну, «Купить» ее уже убрали. А так, то есть она была? Она была, да. Серьезно. Да, вот сейчас просто прозвучали классные слова, но это все в ретроспективе. Просто сейчас уже действительно поняли, что в соцсетях люди не покупают. Поняли на опыте, в том числе... И на своем. Нашему, да, неудавшемуся проекту. Потому что мы пытались продавать, у нас не покупали. Четыре года назад никто не мог предположить, что все пойдет по этому сценарию. Социальная торговля называлась одним из таких самых-самых горячих трендов на западном рынке. Мы, естественно, с оглядкой на западный рынок запустили эту историю в России. Но ошиблись там, ошиблись здесь. А, вот, кстати, хорошее тоже уточнение. И там тоже ошиблись. Ведь могло быть, да, вполне могло быть, что там это сработало, а здесь у нас, к сожалению, не пошло. По каким-то причинам, связанным с ментальностью или с неразвитностью рынка, с другим отношением. То там тоже это провалилось. Нет, там эта модель тоже именно прямых продаж провалилась. Все ушло, вот, тоже, как было сказано, к формированию имиджа компании. В лучшем случае, к лидогенерации. Хорошо, давайте вот о чем поговорим. Значит, мы говорим о e-commerce, онлайн-торговле, потом некий переходный пример, вот, да, о котором Дима рассказывал. А что оффлайновая торговля, она уже все, она уже, так сказать, за бортом практически, да, и мы больше в любимый магазин зайти не можем, открыв дверь, увидев там, я не знаю, симпатичную девушку за прилавком. Все это уже в прошлом, Дима? Нет, конечно. Нет, конечно. Никуда оффлайн не денется. Не денется? Да, это дискуссионная тема тоже старая, оффлайн против онлайна. Так. Никуда оффлайн от нас не уйдет. Вот я могу добавить, у меня как раз предыдущий опыт работы, я работал в компании X5 Retail, и был начальником отдела рекламы e5.ru, стола заказов, собственно, сейчас один из самых больших интернет-магазинов России. И как раз такая ключевая фишка e5.ru заключалась в том, что это был такой, скажем, бизнес на стыке оффлайна и онлайна. То есть использовались розничные сети X5 как каналы привлечения оффлайнового трафика в онлайн, и таким образом привлекались люди старшего поколения, которым не свойственно покупать в интернете. Совершенно верно. Да, но более классическими подходами, там стояли шкафчики, рассказывали, что заходи в онлайн, ты купишь товар, и мы доставим прямо в этот магазин. То есть придешь там завтра за... Это рассказывали кому? Покупателям старшего возраста? Да, да, да. И таким образом создали, на самом деле, такой очень интересный прецедент. Конвертировали оффлайн людей в онлайн, и оказалось, что вот эта база людей, она крайне лояльна, потому что до этого никогда не покупали в онлайне, и когда купили, то им уже очень сложно перейти на другой сервис, все, они уже как бы, знаете, когда маме или бабушке что-то показываешь, она так медленно водит мышкой, и все. Если один раз запомнил, уже сложно выйти. Все, да, согласен. Люди пожилые, они более консервативные, это понятно. Ну, кстати, это было некоторое время назад все же. Я хотел бы тогда напомнить, что, наверное, вы со мной согласитесь, нет, некоторое время назад не у всех или там не у многих, а может быть, почти ни у кого из старшего поколения не было возможности в онлайне зайти. Как эта проблема решалась? Ну, на самом деле, ситуация в российском интернете, вот если возвращаясь к трендам красной коммерса, одна из проблем заключается в том, что в России, в Европе больше всего интернет-пользователей, а вот покупателей интернет очень мало. Насколько я помню, последние данные, ну, по крайней мере... Подождите, я сказал, в России и в Европе. В европейской части имеется в виду что? Ну, если считать Россию и Европу, сравнивая Россию с... именно Россию как страну целиком с европейскими странами, то у нас больше интернет-пользователей, но намного меньше пропорция людей, которые покупают в интернете. У нас покупал, по-моему, вот я слышал данные, каждый седьмой интернет-пользователь только покупает активный. И это как раз связано с менталитетом, недоверием, то, что рынок молодой, люди не привыкли оплачивать картами. Это одна проблема. Еще одна проблема – это регионы. Вот как раз пример Германа с его компанией Checkout – это суперкрутое решение, не как бизнес даже, а как просто помощь российскому e-commerce, потому что суперпроблема доставлять в дальние регионы. Очень много... Логистика проблемы. С логистикой, да. И маленькие магазины просто часто берут и становятся локальными, потому что у них нет другого выбора. Совершенно верно. И, соответственно, как раз компания... Более того, ладно, о регионах, мы по Москве говорим, у нас проблема, да, из Алтуфьево куда-нибудь там на Варшавку доехать. Да. И как раз отчасти вот эту проблему решает компания Checkout Германа Ивкина. И, по сути, ну, на самом деле, это сейчас, наверное, основная проблема – логистика в регионы. Вот вторая проблема – это недоверие как раз просто интернету. И вот тоже там у меня был опыт, собственно, в E5.ru, когда боролись с ключевыми возражениями как раз в аудитории. Потому что ключевое возражение, по сути, обманут. Все, обманут, не привезут. Это какой-то виртуальный мир, ничего не понятно. И как раз, собственно, мультиканальные продажи, вот это тоже популярное слово, когда используется офлайн и онлайн, они отчасти себя так сильно зарекомендовали в России, потому что людям дают что-то все-таки потрогать. То есть, с одной стороны, это интернет, ты заказал в интернете, на сайте. А с другой стороны, например, ты забираешь в живом магазине, и ты можешь пожаловаться живому человеку. И это стало более реальным, если займут. Да, и ты можешь потрогать, если не понравилось, ты можешь отказаться от этого. И все так, жизненно все так. Да, Дим, давай. Да, это такое распространенное явление сегодня, когда люди приходят просто в офлайн-магазин подержать товар в руках, повертеть его, оценить, и потом тут же покупают его же. Но уже по интернете. Причем в этом же магазине, они могут купить в МВИДе, в интернет-версии этого магазина, дешевле. Но наш сервис Goodwin позволяет просто, поддержав этот товар в руках, сфотографировать его и купить просто... Ну, в общем, вы в том же тренде, правда, практически. В этом же тренде и работает, например, Enter сейчас. Они тоже развивают многоканальную торговлю. Так, Герман, давай все-таки к чек-ауту вернемся. Да, давайте, давайте. Но география твоя, она действительно регионы охватывает российские? Да, я как раз-таки то, что хотел с вами обсудить, это именно регионы, их проблемы. Так, давайте. И, соответственно, отсюда, если честно, вырастает вот какая вещь, что действительно доставка в регионы, она очень такая сложная, проблематичная и пока что плохо решена в нашей стране. Вот в связи с этим, на самом деле, основная зона роста в будущем для интернет-коммерции, это она сосредоточена вся в регионах. Именно там еще зачастую пользователь вообще не совершал никакие покупки. И именно туда, на мой взгляд, нужно именно туда свой фокус направлять, поскольку там сейчас и конкуренция ниже среди интернет-магазинов, там много новых пользователей. В общем, очень много возможностей для любого игрока. Это здорово, но, опять, реализовать-то эти возможности. Вот, реализовать эти возможности. В чем здесь сложности? Реализовать такие возможности могут сейчас только самые крупные игроки, у которых достаточно финансовых средств, которые могут позволить себе строить свою логистику, доставлять свои товары. Герман, прости, пожалуйста, прерву вас, да, давайте послушаем еще раз новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, продолжаем эфир, бизнес-класс на Финам.ФМ, обсуждаем новые формы маркетинга и говорим о развитии рынка e-commerce в Российской Федерации, наверное, прежде всего в каком-то недалеком, а может быть, даже и в отдаленном будущем. Давайте я еще раз представлю гостей, полностью это сделаю. Дмитрий Фирскин, ведущий аналитик фонда «Альтаир», Дмитрий Шмаков, генеральный директор компании «Гудвин», Герман Ивкин, соучредитель и генеральный директор компании «Чеккаут», и Георгий Левин, основатель компании «Гет Интент» сегодня у меня в гостях. Итак, продолжаем мы, Германа, мы прервали проблемы, связанные с регионами. Как она решаться будет? Вот это самое интересное. Да, я закончил на том, что регионы сейчас, можно сказать, доступны только для самых крупных игроков интернет-рынка. У них достаточно денег, достаточно финансов, чтобы доставлять покупателям, и причем доставлять удобными способами. Маленьким и средним игрокам это практически недоступно, поскольку нету такого решения, которое за относительно разумные деньги помогло бы сразу же получить доступ ко всей России. Соответственно, мы сфокусировались именно на этой проблеме и ее попытались решить. Решить мы ее попытались следующим образом. Мы взяли топовые логистические компании, которые есть на нашем рынке, объединили их все в одной платформе, подготовили для интернет-магазина так называемую «Чеккаут-страницу». Это страница оформления заказа, где клиент выбирает удобный для него способ доставки, сразу же видит, сколько эта доставка стоит, и когда ему товар привезут. То есть получает всю информацию. Извини, пожалуйста, мне сразу на языке вопрос. После того, как ты перечислял, он сделает вот это, вот это. Потом следующая фраза. Сразу видит, сколько эта доставка стоит, и у меня следующая фраза родилась. И отказывается от заказа. Нет, вот здесь как раз-таки и есть уникальность, что маленькие и средние интернет-магазины, они получают возможность показывать цену соизмеримую с той, которую крупные игроки демонстрируют. За счет чего? За счет того, что, по сути, они, можно сказать, много маленьких интернет-магазинов объединяются вместе, нами. И можно сказать, мы говорим, что службам доставки. Смотрите, у нас есть один большой интернет-магазин, который состоит из множества маленьких. Дайте нам, пожалуйста, такие же условия и скидки, как вы даете крупным интернет-магазинам. Соответственно, выигрыши... По объемам примерно то же самое получается, да? Один большой или там много маленьких? Да, все верно. Соответственно, и с одной стороны у нас получается сторона, которая остается только в плюсе, это маленькие интернет-магазины. И с другой стороны, логистические компании, они тоже только рады тому, что мы максимально все автоматизировали и упростили все процессы, которые только можно. То есть им не нужно с каждым отдельным интернет-магазином заключать договор, рассказывать, какие у них процедуры по отправке товара. Это все делаем мы, причем максимально просто и понятно для маленького интернет-магазина. Можно сказать, что интернет-магазин может отправить товар, нажав всего три кнопки. Это вот настолько просто выглядит процесс сейчас отправки. Здорово, здорово. Это, кстати, благодаря все-таки и в том числе высоким технологиям, да? Я бы сказал, это только благодаря высоким технологиям. Ну нет, в какой-то степени это благодаря и вашим, да, я не знаю, там, знаниям, вашим умениям, вашим инициативам. Ну, конечно, да, это все на стыке высоких технологий и, соответственно, понимания... И профессионализма. Да, конечно. Дима, Дима, ты как аналитик. Давай мы вернемся все-таки, да, к неким рассуждениям о рынке, разговорам о рынке. Вот мы в теме сегодня заявили нормы, новые формы маркетинга. Вот об этом еще можно подробнее поговорить, приводя конкретные примеры. Что к этим новым формам-то относится? Или все новое, хорошо забытое? На самом деле это действительно хорошо забытое старое, потому что сейчас набирает популярность, например, Сабскрайб Коммерс. Это модель e-коммерса по подписке. Все, наверное, помнят, как раньше выписывали журналы. Заплатил за полгода вперед и потом каждый месяц открываешь. Я ожидал, что все, наверное, помнят, как раньше выписывали журналы. И вопрос в ответ. А что такое журналы? Обычные бумажные, да, да, да. Да-да-да, а что такое журнал? Ну, помнят, конечно. Кстати, я периодически журнал тоже покупаю. Извините уж, я человек пожилой. И консервативен тоже в этом смысле. И там тоже подписка до сих пор еще существует. Вот, это в эпоху до iPad. Интересно. И сейчас эта модель активно применяется в электронной коммерции. Есть американский проект One Dollar Shave Club. Это когда каждый месяц у вас списывается порядка 7 долларов, и вы по дверью находите бритвенный станок, которого хватает ровно на месяц с сменными лезвиями. Точно так же по подписке один раз подписались, и вам будут каждый месяц приходить носки, что еще приходят, средства гигиены приходят, и с карточки будут списываться деньги. Модель сейчас набирает популярность. Почему? Потому что фактически вы совершаете одну активную покупку, а потом, ну, пользователь совершает, клиент, он один раз покупает активно, а потом на автомате. И очень многих проблема, что забывают отписаться. Условно, первого числа вам привезли, там... Носки, носков уже столько, что... Вы не знаете уже, куда их деть, но отписываться сейчас, вот именно в моменте, вам не хочется, потому что все равно есть месяц впереди. В течение месяца обязательно надо не забыть отписаться. По факту никто не отписывается. А некоторым просто действительно удобно. Но здесь, опять же, все упирается в логистику. К сожалению, у нас... Ну, понятное дело, что если вы хотите сделать что-то по подписке, должна быть понятная периодичность. Товары, которые... Потребление которых не обладает такой периодичностью, они для этой модели непригодны. Не подходят, да? Вот. Поэтому нужна периодичность. А дальше, как бы, стоимость товара и стоимость доставки, они должны быть соразмеримы. Если у вас стоимость доставки выше, чем стоимость товара, то вряд ли у вас получится запустить такой сервис. В России пытаются сделать копии, но вот Герман не даст соврать, у нас средний чек по доставке в районе 300 рублей. И даже чуть-чуть выше. И даже чуть-чуть выше. А это какая география? 300 рублей? На самом деле, 300 рублей это больше похоже на центральный округ. А по России я бы сказал, что эта сумма приближается к 500 рублям, даже 500-600, вот так я бы сказал. И вот это уже становится, да? Конечно. Но вы готовы покупать бритвенный набор за 200 рублей и 500 платить за доставку? Вряд ли. Вот. И здесь как раз выигрывает оффлайн, у онлайна, именно в этой части, когда выгоднее сходить в магазин, купить станок за, пускай не 200 рублей, а за 300 рублей, вот, но при этом не нужно будет платить 500 рублей за доставку. И таким образом онлайн здесь теряет своего покупателя. Ясно. Ясно. Так, еще, может быть, какие-то примеры есть, Дима? Еще буквально. О новых формах. Буквально недавно смотрели классную бизнес-модель. Заключается она, опять же, вот в таких импульсных покупках. Вы открываете веб-сайт, и на веб-сайте буквально три товара выставляются, и идет аукцион. Каждую секунду цена уменьшается. Тысячу пользователей. Ну, в идеале миллиона. Тебе нужно успеть, да? Нужно успеть, да, то есть это такая на грани жадности и здравого смысла. То есть есть товар, возможно, он тебе даже не нужен, но ты видишь, как падает на него цена. Твоя задача успеть первым зафиксировать цену, и у тебя есть три минуты на то, чтобы заплатить за этот товар. Поскольку, ну, получается такой игровой элемент. Оно, может быть, тебе и не надо, но люди покупают. Очень, с моей точки зрения, такая интересная бизнес-модель. Посмотрим, что с ней будет дальше. Пока у ребят дела идут достаточно неплохо. Ну, это пока, видимо, не наелись еще до этой игры. Угу. Да? Так, хорошо. Давайте поговорим о неких ближайших или, может быть, отдаленных перспективах. Вообще, опять к разговору о том, что в электронной коммерции, на ваш взгляд, будет там в следующем году, через пять лет, через десять лет. Георгий. Ну, здесь уже наметился тренд, и, мне кажется, он будет продолжаться. Это слияние офлайна и онлайна. То есть не будет уже магазинов, которые позиционируют себя, как мы онлайн-магазин, а мы офлайн-магазин. Сейчас идет такая интеграция в обе стороны. То есть офлайн идет в онлайн, онлайн идет в офлайн, потому что уже не получается. Вот Герман говорил, например, про то, что есть там в каких-то ряде ситуаций преимущества у офлайн-бизнеса. А в каких-то онлайн-бизнесах. И получается, если ты только в онлайне, ты всегда теряешь какие-то преимущества. Либо доступ к аудитории очень быстрый, либо, если ты, например, только в онлайне, то ты теряешь преимущество, например, логистики в дальние регионы, потому что тебе будет очень дорого доставлять. Соответственно, вот у нас, по сути, можно сказать, прошлый год, это был старт такого серьезного уже движения, интеграции офлайна и онлайна. Крупные магазины, вот типа X5, типа Enter, M-Video, которые стали прям очень активно действовать как в онлайне, так и в оффлайне. И я думаю, все это продолжится, и просто сольется воедино, будет такой некий, некая одна сущность, по сути, объединяющаяся. Сольется в едином порыве. Да. Дима, ты сейчас исключительно в онлайне, я так понимаю, да? Нет, мы также развиваем многоканальную торговлю. По сути, мы соединяем офлайн и онлайн через мобайл, то есть мы за мобилизацией. Электронные камеры развиваются быстрыми темпами, мобильные технологии развиваются еще быстрее, и мобильные технологии с использованием визуальных методов распознавания, то, что развиваем мы, позволяют оффлайн-мир превратить в одну большую витрину. Каждый товар, по сути, может выступать в роли продавца самого себя. Например, вам понравилась бутылочка вина, вы хотите еще, вы сканируете этикетку, покупаете точно такую же. У вас закончился крем, вы хотите докупить, сканируете баночку, вам привозят еще. В этом случае все-таки надо говорить о том, что какие-то приспособления мне все время нужны. Ну, как минимум мне смартфон нужен, мне нужен там айфон, айпэд, сканер. Сканер не нужен? Ну, сканер в последнее время во всех андроидах предустановлены сканеры. Google, Google сканируют разные типы штрих-кодов, которые присутствуют на упаковках. Мы планируем также развивать наши технологии распознавания и внедрять ее в разные приложения. Не только свое приложение Goodwin продвигать на рынке, но и... А в чем тонкость технологии распознавания, скажи, пожалуйста? Это связано опять с гаджетом или это связано непосредственно с товаром, о котором идет речь? Я не знаю, может, еще с чем-то? Да, в общем, это математика. Это просто технологии распознавания. Они связаны и с гаджетами, и с изображением, но, по сути, это просто некая механика, которую мы используем. Понятно. Это ваше ноу-хау? Наша ноу-хау, да, все отечественные разработки. Дорого. Кстати, если возвращаться к отечественным товарам, отечественным разработкам, вообще к российскому рынку, мы, Дим, впереди планеты всей все же можем оказаться или нет? Смотря в чем. Ну, понятное дело... Вот, например, в разработках. Вот, Дим, рассказал о собственной... Вы ее запантинтовали, я надеюсь? Ну, да. Ну, да, уже хорошо. В разработках мы всегда были достаточно сильны. Именно наука, разработка, так называемый research and development. Касаемо сбыта, у нас достаточно маленький потребительский рынок. Все же. Помимо того, что у нас население не самое большое в мире, так покупательская способность населения, она тоже достаточно ограничена. Ну, там, в силу разных причин, не самое богатое у нас население, ну, помимо этого, есть еще и ментальные преграды. Поэтому именно с точки зрения продаж наш рынок не самый лучший. В разработке, да, пожалуй, технологичные вещи у нас до сих пор делаются, делаются успешно, и очень много стартапов на рынке сегодня именно технологических с такого рода инновациями, которые добились успеха и признания даже на западном рынке. Кстати, вот по поводу даже на западном рынке. Можно предположить такую ситуацию, Дима? Вот, в частности, какая-то у вас есть революционная технология, здесь, к сожалению, она не находит своего потребителя, и вы раз и замахнулись на Вильяма нашего Шекспира, подумали о западном рынке и, может быть, даже стали там успешны. Я не говорю сейчас о конкретном примере, связанном с вашей разработкой. А, в принципе, есть такие, есть такой опыт? Или, может быть, даже у тебя есть уже такие мысли? Мысли есть, конечно, даже не мысли, а уже и попытки. И действия. Да, я верю в то, что в России эта технология будет воспринята на хорошем уровне. Вот, но мы... Прости, пожалуйста, мы сейчас еще раз прервемся, новости на Финам.ФМ послушаем и потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Говорим сегодня о новых формах маркетинга и о развитии рынка электронной коммерции в России. В гостях Дмитрий Фирскин, Дмитрий Шмаков, Герман Ивкин и Георгий Левин. Значит, вновь ваши должности и звания я представлю тогда уже в конце программы. Продолжаем разговор. Дим, вот вопрос я еще раз напомню. Возможно ли, собственно, ориентация на западного потребителя? Да, конечно. Мы в середине этого года участвовали в крупном форуме в Латинской Америке, в Бразилии. И наши технологии увидели местные компании. И мы уже сейчас договоримся о создании Joint Venture, совместной компании на латиноамериканском рынке. И буквально на днях нам позвонили в Сингапур с тем же продолжением. Поэтому мы верим в то, что все будет хорошо. Здорово, да. Все верят, только Дима верит, что все будет хорошо. Да нет, я думаю, все верят. У нас тоже есть в нашей компании уже сейчас, там, международные клиенты, которые закупают трафик не только в России, потому что, ну, нам проще, потому что, по сути, что российский трафик, что не российский, все равно. Это просто некий дополнительный таргетинг. Но вот мы сейчас работаем примерно на 20 где-то стран. То есть у нас есть компании, интернет, которые работают в 20 странах, включая даже такие страны, названия которых я вообще нечасто слышал. Серьезно? Да, очень маленькие. Нет, подожди, я понял. А вот страна, попавшая в этот список, она, как правило, малоизвестная, она, как правило, относящаяся к развивающимся? Или в этом случае можно какие-то, так сказать? Нет, в нашем случае есть все страны, и развитые, и развивающиеся. То есть это не имеет значения? Да, это география работы наших клиентов. Есть, например, у нас крупный клиент, который работает по всему миру. И вот сейчас он активно начал какую-то огромную экспансию в странах, скажем, их сложно отнести к развитым, развивающимся. Странам третьего мира, по сути. И очень забавно смотреть, как в интерфейсе GetIntent увидеть названия вот этих стран, увидеть, как там откручивается трафик. Прям хочется представить, что эти люди ищут в интернете, как вот они выглядят. Так интересно. Хочется понять, кто эти люди. Герман. Да, мы порассуждали о регионах, да, все не так весело. Может быть, действительно посмотреть тогда за границу, там-то веселее, мне кажется. А вот здесь я как раз хотел сказать, что мы как раз-таки сосредоточены именно на России и странах СНГ. И если честно, вот то, как вы сказали, с регионами не так и весело, мы хотим сделать, чтобы с регионами было весело и просто. Так, то есть давай тогда громко и, может быть, даже пафосно, да? Твоя основная мотивация, я так понимаю, все-таки... Развить электронную коммерцию именно в России. Браво, браво, браво. Вот это именно наша главная цель на сегодняшний день. Пратегическая. Да, у нас это получится сделать, потому что преграды для развития региональной электронной коммерции, они довольно-таки очевидны. Соответственно, задача сделать действительно качественный, удобный инструмент, который поможет этот рынок, можно сказать, открыть и сделать доступным для любого, даже маленького интернет-магазина, соответственно, где бы он ни находился. Точно так же, если это интернет-магазин, который находится, например, в Екатеринбурге, он имеет возможность доставлять сразу же по всей России свои товары. И точно так же для московских магазинов они получают легкий и простой доступ к регионам, при этом не тратя годы разработок и месяцы своих усилий на то, чтобы сделать какой-то специальный софт, который позволит им туда... Экспансию никакую не планируя, да? Да, соответственно, мы вот здесь вот прям всеми руками сосредоточились на регионах России, на странах СНГ. Так что мы на мир даже, если честно, пока что и не смотрим, в отличие от моих коллег. И не особенно и хотелось, да? И не особенно и хотелось. Но, если честно, пока что и не особенно хотелось. Здесь есть чем пока заняться. Здорово, здорово. Смотрите, мы уже, собственно, и географию расширили с вами, да, и внутри России, и за ее пределами. Встает вопрос, а регулируется ли кем-то, ну, я имею, там, на законодательном уровне, может быть, на муниципальном уровне, а уж тем более, если вы через границу переезжаете, то наверняка, регулируется ли кем-то, есть ли некие правила игры, устанавливаемые кем-то вот на рынке электронной коммерции? Дим, давай с тебя начнем. Конечно, есть. И более того, буквально пару дней назад пообещали, что эти правила будут ужесточаться. Да? А с чем это связано, кстати? Ну, по оценкам. Скажем так, нашего правительства. Слишком большой сегмент рынка электронной коммерции сейчас находится в так называемой серой зоне. Сейчас правила игры будут ужесточаться, хотят менять таможенную политику, потому что только в этом году на 200% за год выросло количество посылок из-за рубежа в Россию. Это покупки. Да, да, да. Это покупки на Амазоне, на eBay, на Asos. С этим предлагают бороться, потому что, на самом деле, отечественные интернет-магазины от этого сильно страдают. Они-то вынуждены растамаживать этот товар, а простой покупатель не дует нам сейчас, по-моему, до 1000 евро в месяц и до 31 килограмма. То есть, что я купил на Амазоне, до 1000 евро весь, идет без таможенных платежей. Да, без таможенных платежей. То есть, это у меня... Ну, в целом, то есть, этого достаточно обычному потребителю. Если вы хотите заниматься перепродажей, то, конечно, это уже маленькая квота. Но для себя... Речь идет о чем? У меня есть выбор, да? Либо это купить там, либо купить здесь. И, по сути, я там это могу купить дешевле. Да, конечно. Это, конечно, выглядит парадоксально. Ну да, здесь ситуация получается такая, что если ты хотя бы немножко продвинут интернет-пользователь, то ты знаешь имена нескольких интернет-магазинов, где ты любую вещь купишь... Глобальных, да? Да, в полтора-два раза дешевле. Особенно, если речь идет о фэшн, одежда, и уже давно нет никаких проблем с размерами. Вот, собственно, как коллеги говорили, ты можешь найти в похожем магазине, примерить эту вещь, посмотреть, подходит ли она, и заказать в крупном магазине гораздо дешевле. А кто покупает в крупных российских магазинах, если говорить о том же фэшне, это, как правило, женщины из регионов. И тут возникает, как бы мы так закольцовываем композицию, что доставлять туда очень тяжело. Поэтому основной сейчас точка роста для e-commerce – это регионы. Но при этом проблема доставки в регионы еще не решена. И вот, как Герман говорил, крупные компании, ну, типа тот же X5 Retail, понятно, для них решена проблема. Там огромная логистическая сеть, и когда делали магазин E5.ru, никаких проблем не было. Использовать ту же инфраструктуру логистическую, только уже для интернета. А для маленьких бизнесов это огромная проблема. И вот, ну, конкретный пример, или, вернее, даже абстрактный пример. Вот молодой предприниматель захотел сделать интернет-магазин свой, нашел какой-то товар, или он умеет делать этот товар. И вот, ну, хорошо, в пределах Москвы он может даже сам доставлять, друзья его будут доставлять, младшие товарищи. А что делать, если он хочет выйти в регионы? Ну, например, хочет человек в Владивостоке или в Иркутске купить что-то, что он делает своими руками. И все, тут уже заканчивается. Соответственно, получается, что 99% магазинов не могут доставлять в регионы. Это вот, на мой взгляд, сейчас самая такая большая проблема. Нет, я с тобой согласен. И, тем не менее, вот возвращаясь к этому абстрактному примеру, а что делает этот бизнесмен молодой начинающий? Он просто о регионах забывает. Конечно, сейчас все, Москва и три друга, там, каких-нибудь друзей младшего брата, которые будут доставлять в качестве курьеров, и все. Либо, там, почта России, но со своими сложностями. Как правило, никто не хочет сталкиваться, не хватает уже энтузиазма. Есть товар, вроде бы покупают в Москве, и люди часто оказываются в такой ловушке, они даже и не хотят развиваться. Хотя, если бы они это сделали, то получили бы в три раза больше продажи. Ну, не хотят развиваться, потому что вот... Проблема. ...упираются в эту стенку, да, в принципе. Ну, может быть, с помощью Германа только она, я так понимаю, может быть сдвинута, а больше ты надеяться не на кого. Да, все верно. И я вот тут сейчас слушал-слушал, что мы обсуждаем, и у меня почему-то сложилось ощущение, что этого инструмента до сих пор нету. Хотя он уже есть, он полностью в рабочем состоянии, мало того, он уже используется более чем 50 клиентами. И здесь вот как раз-таки приятно видеть, как маленькие интернет-магазины очень быстро начинают расти. Причем они получают... То есть ощутимо, вот буквально в смысле слова ощутимо. Для них это прям действительно такой большой рывок. Сразу же. Действительно, рынок, который они никогда не видели перед собой, они считали, что он для них закрыт и недоступен. А здесь получается, что, мало того, он легко доступен, так там еще и достаточно много покупателей. Вот для меня было лично довольно-таки интересно увидеть, что... Приведу уже такой реальный пример. Магазин, который занимается продажей планшетов для детей, вот, доставлял заказы только по Москве, подключил наш сервис, и пошли заказы не только из городов-миллионников России, но и из таких городов, как Ачинск, поселок Бородыновка, если честно, даже не знаю, где это. Да, но при этом количество заказов из вот таких городов, оно у них составило на текущий момент, по-моему, уже порядка 30-40%. А города-миллионники, это еще большая доля была. Вот, в итоге у них Москва раньше была 100% продаж. Да, конечно, на первом, потому что одно место и то, где они продавали, да. А сейчас получается, что Москва у них всего 25% от их продаж, и они, получается, большой новый рынок получили, можно сказать, менее чем за день. Здорово. Соответственно, никаких усилий им не нужно было. Здорово. Вот что чудеса-то, да, чудеса. Что же Checkout делает? Да. Друзья мои, спасибо. Давайте у меня есть время еще раз вас представить, потому что, к сожалению, уже эфир наш заканчивается. Итак, сегодня в студии бизнес-класса. Дмитрий Фирскин, ведущий аналитик фонда «Альтаир», Дмитрий Шмаков, генеральный директор компании «Гудвин», Герман Ивкин, надежда наша, соучредитель, генеральный директор компании «Чекаут», и Георгий Левин, основатель компании «Гет Интент». Спасибо огромное, уважаемые гости, вам, уважаемые слушатели. Я тоже вас хочу поблагодарить. Спасибо вам огромное за внимание. Напомню, мы сегодня обсуждали прогнозы развития электронной коммерции в России. Прогнозы неплохие. Спасибо, всего доброго. До свидания. Спасибо вам большое. До свидания.